В эфире специальный выпуск актуального интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! И традиционно раз в месяц мы встречаемся с депутатом Петром Смирновым, чтобы обсудить самые яркие, на наш взгляд, городские события. Петр, привет! Здравствуйте, Лида! Давай начнем с проекта «Вам решать». Подведены итоги, и 8 саровских проектов, заявленных на конкурс «Вам решать», получат финансирование на реализацию. Как ты оцениваешь этот итог? 8 – это хорошо или не очень? Хороший вопрос, учитывая, ну как на него посмотреть, да, вроде бы 8 проектов получат финансирование. Звучит классно. Звучит хорошо, да. Но только было заявлено 20. Ну, 8 – это 30 процентов. Ну, да, где-то вот меньше. Ну, нет, больше, больше, чем 30 процентов, но тем не менее, меньше, чем половина, да, даже. А причина в том, что интернет-голосование, то, за которое мы так все болели, призывали горожан, призывали участвовать, точкой отсечения стало 700 голосов. Из вот 20 проектов, как я и сказал, 8 прошли, причем, ну, 3 из них, 3 из них. Это проекты муниципальных бюджетных учреждений, это Центр внешкольной работы, это Стадионы Кар и Молодежный центр. Все-таки проект – инициативное бюджетирование, да, проект инициативных проектов именно граждан. И когда в этот процесс, в этот проект включаются учреждения, причем молодежные учреждения, да, где есть множество клубов, есть множество сообществ, есть различные волонтерские движения, занимающиеся дети, есть родители этих детей. Им набрать голоса среди своей аудитории, да, в разы, ну, там… Проще, чем инициативному гражданину. Да, а вообще, по идее, этот инициатором должен быть гражданин. И понимая, что, да, гражданин, но тут как бы больше депутаты становятся этими инициативными гражданами, которые каждый на своем округе пытается реализовать какой-то проект на благоустройство. И вот получается такая борьба, где… Неравные. Ну, совершенно нет. То есть одинокий депутат, да, несмотря на то, что он депутат, он не владеет таким большим ресурсом и такой базой, да, именно, ну, людской базой, да, сторонник, будем говорить так, да, те, кто приходят, например, там, в молодежные центры там занимаются, да, они там просто на входе поставили, условно говоря, вахтера, да, который каждого входящего переписывает, да, ну, заставляет, но предлагает проголосовать. Вот у депутатов таких ресурсов нет. Я не говорю, что это плохо. Со мной администрация, ну, в какой-то смысле не соглашается, что, типа, никто не отменяет участие бюджетных учреждений. Да, но раз они принимают участие, значит, протоколом конкурса это разрешено. Да, правильно. И им тоже нужно как-то развиваться, если в бюджете нет финансов на реализацию этих проектов, они откуда должны эти финансы привлечь? Вот это очень спорно насчет того, что в бюджете нет финансов. То есть, вот с моей точки зрения, бюджетное учреждение должно жить за счет бюджета. Но бюджет не резиновый, мы об этом много раз с тобой говорили. И мне говорят, да, давай-ка мы вот на этот проект еще и областное финансирование привлечем. Ну, типа, областные деньги, да, на различные проекты. Там в молодежном центре, например, вот в прошлый раз там спортивную площадку реализовали. Замечательная инициатива, только ее можно было сделать из-за городской бюджета. Цена вопроса там 2 или 3 миллиона была. То есть, смысл в том, что, во-первых, неравная борьба, во-вторых, размазывание голосов и использование вообще ресурса бюджетных учреждений в этом голосовании. Окей, ладно, вычитаем 3, остается 5. Ну и вот можем перечислить депутатов, которые, так сказать, протолкнули, можно сказать, свой проект через это онлайн-голосование. Это Бабушкин, Ситников, Савин, Александров и Авдеев. Вот, собственно говоря, остальные, ну сколько там, 12, да, этих инициативных проектов, которые предлагали депутаты, они не прошли, в том числе, кстати говоря, проекты, ну, практически всех единороссов. Они недостаточно активно призывали граждан или почему? Не набрали нужное количество голосов. Я к этому и веду, что, понимаешь, процесс неуправляем. Может быть, проект недостаточно вдохновил жителей, чтобы они проявили активность? Может быть, а может быть, проект был слишком локален для того, чтобы набирать нужное количество голосов. Вот я уже приводил примеры в одной из прошлых передач, что, ну, например, у меня есть проект Ленин 1.5, где живет там, ну, от силы там 100-150 человек. Я вот, ну, он касается только этого двора. Все, там больше голосов. И 700 голосов никак не привлечит. Да, ну, то есть, вот я знаю вот этот порог теперь, да, я понимаю, что я бы через него вообще никак в жизни не прошел. Поэтому, когда мы говорим об управлении этим процессом, участие в конкурсном отборе проектов вам решать, нужно управлять им с самого начала. Таким образом? Ну, каким образом? На этапе даже вот внутри отбора проектов. Не заявлять все скопом, давайте несите все, все, что хотите, по два, по три, по четыре проекта. То есть, там, да, вот Иван Иванович, у него было два проекта, прошел один, да, но, тем не менее, он там за два боролся. Там, Городничев также, да, боролся, у него было там два или, по-моему, три. Ну, в общем, не один проект, да, будем говорить. И тоже, как бы, ресурсы надо распределять. Нужно четко понимать, что если мы хотим, но, прими, пойми, из 20 проектов получили 8, значит, 12 недополучили областного финансирования. Вот в чем проблема. То есть, мы не отобрали достаточно внутри себя качественно проекты, и в итоге недополучили областных денег. В итоге. То есть, мы могли их реализовать, если бы более качественно подошли, или, допустим, в этом году этот проект в следующем-следующий. А на следующий год разве нельзя с этим же самым проектом? Можно, все снова пойдут и побегут по той же самой схеме, и снова велик шанс проиграть в этой истории. Потому что администрация с бюджетными учреждениями отдельно идет, депутаты сами по себе идут отдельно. ДГХ просто организует работу, за что им большое спасибо, организаторской функции нормально. Но они не управляют с точки зрения, ну, вот именно управляемости процесса. То есть, этот процесс должен управляться на уровне главы. Как это делается в Первомайске, например. Где четко глава говорит, вот эти проекты, и вот они должны все пройти. Все. И все в офис проходит. Ну, и, наверное, инициативным гражданам, депутатам надо понимать, что предлагая проект, они должны анализировать, какое число жителей этот проект охватывает. Не соглашусь с тобой, потому что у каждого депутата есть действительно больные места в округах. И вот на них как раз денег в бюджете не хватает. То есть, если в бюджетном учреждении ты через бюджетные заявки и составление обычной бюджетной сметы можешь как-то еще выделить средства, то у депутатов вот 500 тысяч на округ, делай, что хочешь. То есть, и вот единственный вариант, это вот действительно реализовать крупный проект, там, ну, там, от миллиона до трех, да, это вот вам решать. Но действительно он локален. Ну, и здесь нужна помощь администрации и муниципальных, да, служб, которые понимают, что этот проект мы сегодня голосуем, завтра будем голосовать другой проект, ну, на следующий год, да, условно. Или вот как-то распределять голоса, как-то распределять управлять. То есть не размазывать эти голоса, да, целенаправленно упрашивать, проголосуйте за меня. А хуже, дело доходит до покупки голосов. Да ты что? Ну, да. Прямо были факты покупки голосов? Ну, факты я, как говорится, свечку не держал, но вот уже, да, говоришь о том, что там многие потратили деньги на то, чтобы заполучить нужные голоса. А скажи, каждый горожанин... Многие тебе деньги давали, что ты там что-то это самое, но там за деньги агитаторы ходили, за деньги там ходили по квартирам и так далее. То есть вот процесс вот так построен, к сожалению. Каждый горожанин мог отдать голос только за один проект. Да, да, да. Это немаловажный как раз аспект того, что один человек, один голос, один проект. Ну, чем больше проектов, тем меньше шансов у этих проектов пройти порог, да. О чем речь? О чем речь? Понятно. Ну, хочется верить, что в следующем году вот эти нюансы все-таки учтут. И больше наших саровских проектов, действительно стоящих, пройдут и получат финансирование из области. Еще один вопрос, который я хочу с тобой обсудить, это вопрос реновации. Недавно прошли публичные слушания, где этот вопрос обсуждался. И ты был на этих слушаниях тезисно. Расскажи, что там было, каким результатом, каким выводом пришли. Ну, я более посвящен в эту тему и посвящен с точки зрения законодательства и вообще процесса реализации проекта. Потому что есть два разных взгляда на эту проблему. Есть взгляд, будем говорить, обывателя, да, или там человека, который там живет или просто интересуется темой. Ну, и есть взгляд профессиональный, будем говорить, так, тех, кто действительно там занимается градостроительством, земельными вопросами и посвящен, да, вот во все возможные сложности процесса. И я больше, наверное, вот со второй стороны, как бы наблюдал за этими слушаниями. И для меня первое и главное, это был проект планировки имежевания территории. Значит, это первый документ, который должен был быть разработан по договору о развитии застроенных территорий. Без него дальнейшие движения и дальнейшие вообще какие-то шаги невозможны. И, кстати говоря, о нем мы много раз говорили, что его два или три раза отправляли на доработку. И вот в конечном итоге администрация его согласовала. Значит, он соответствует всем градостроительным нормам, всем параметрам. Все расчетные цифры, которые в нем изложены, они соответствуют всему законодательному материалу, который у нас действует на территории города. И следующий этап – это публичное слушание, обсуждение непосредственно проекта планировки имежевания. Обсуждали проект, да? Да, это не проект дома, это не проект будущих зданий, это не планировка квартир. Слово планировка у многих, так сказать, проект планировки, ага, значит, планировка квартир. Нет, планировки земельного участка. Ну вот, то есть это плоскостный, там один чертеж всего. То есть вот, как выглядит земельный участок, это улица Александровича и улица Победы. И там намечено, да, что будет на этом земельном участке? Есть варианты размещения домов, но это только планировочные варианты. То есть это может измениться, условно говоря, ну вот представим, проект планировки согласован, утвержден. А дальше выезжает техника и начинает бурить скважины, объясняя, делают геологию, геологические изыскания. И обнаруживается, что, например, там здесь какая-то провал, здесь яма, тут можно строить, тут нельзя строить. А туда вообще не провести коммуникации. Да, да. И начинают двигать, ну как бы, двигать место размещения домов. И вообще может поменяться само размещение, сам вид домов. Но вот максимальные параметры, они установлены проектом планировки. Это здание до восьми этажей, включительно один подцокольный этаж, количество парковочных мест, количество жителей, доступность инфраструктуры, доступность социальной инженерной инфраструктуры, необходимые вложения в сети, да, и все это вот описывается в этом проекте. Вот, ну, собственно говоря, дальше как прошли слушания. Участниками слушания являются граждане, которые непосредственно проживают на этой территории, в отношении которой подготовлена документация о планировке территории, это я так уж штампами из законов говорю, или имеют собственность на этой территории. То есть, соответственно, те, кто непосредственно вот живет в этом, да, именно вот в этих домах. Не в районе, а именно вот в этих домах, да, или владеет недвижимостью. Ну, соответственно, если у тебя там гараж, ты тоже имеешь право принимать участие в этих слушаниях Потому что вопрос касается твоей собственности Учитывая, что все там будет снесено в конечном итоге, если он будет дальше реализовываться Но людей, в первую очередь, и вот тут уже вторая сторона взгляда на эти публичные слушания Интересовал, конечно, вопрос, а что будет дальше? Что будет дальше с их собственностью, что будет дальше с точки зрения компенсации Что будет дальше с точки зрения муниципалитета по муниципальной собственности То, что тут у них по договорам найма люди живут в муниципальных квартирах И, собственно говоря... Но это не предмет слушания Это вообще не предмет проекта планировки И более того, ну, будем говорить прямо, ответа на эти вопросы пока нет И нет этого ответа, потому что этот путь идется впервые в Сарове Но я слышала, что это вроде как не первая реновация в Сарове Да, это не первая реновация Это мы просто термин такой употребляем Но все предыдущие расселения проводились через признание аварийными То есть здания заранее признают аварийными Оттуда всех выселяют Муниципалитет платит компенсацию А уже потом приходит застройщик, все сносит и строит Здесь процесс идет совершенно по другим правилам То есть здесь люди живут Здания не аварийные, не признаны аварийными, не ветхие И вопрос, как совместить и интересы бизнеса, и интересы жителей Они на следующем этапе Многие возмущались К нам никто не приходил, нас никто не спрашивал А хотим ли мы вообще этого в принципе Вот, ну давайте вот объективно взглянем на этот район Многие, ну там вот один из жителей возмущался Говорил, что это жемчужина города Ну он такой аутентичный, уютный Да, он уютный, да, это там много зелени и так далее Да, ну вот, и говорят, что ваше строительство не попадает в Дух города Ну вот в концепцию этого района Но на самом деле я хочу сказать, что это Весь район будет перестроен То есть это первый этап перестройки всего района Все эти дома внесены в программу сносов на квартирных домов Вот вся Победа, все Александровичи, все деревянные дома И не надо, ну как бы, да, говорить, что мы не знали Ну, 17-й год Ну вот, если вы интересуешься судьбой своего дома, да, то, ну вы, ну, хотя бы можно было поинтересоваться А то, знаешь, получается, а вот к нам не приходили Или приходили, спросили мы за или против и ушли Там, не объяснив ничего, да Потому что еще даже неизвестно, что будет на следующем этапе Проект планировки не утвержден А пока он не утвержден, непонятна экономика проекта Непонятно, сколько вообще можно построить И невозможно двигаться дальше Да, и двигаться дальше невозможно А вот уже вот, когда он будет утвержден Вот тогда уже нужно разговаривать Начнется работа с жителями Но это и интересы жителей тоже, пойми Их жилье стоит дешево И они это знают прекрасно Вот, судя по публичным слушаниям, они все прекрасно это понимают Вот, но это и не значит, что оно будет там по 150 тысяч, да Компенсироваться, или там по 100, или по 200 Вообще вопрос компенсации еще не утрясен То есть, и это вопрос переговоров с двух сторон Это должна быть заинтересованность и у самих жителей И это должно быть заинтересованность у застройщика Потому что, ну, ему же хочется реализовать этот проект, если он им занимается, да И должна быть заинтересована, с другой стороны, администрация Организовать этот процесс Ну, потому что это развитие города Да, они заказчик этого процесса Администрация Конечно Муниципальные органы власти приняли программу с носом на квартиры и домов Муниципальные власти в лице администрации провели этот конкурс И раз они это делают, значит, это и в их интересах тоже И вот такое всенаправленное движение должно быть, ну, как сработничество, да Сотрудничество всех на этом этапе Но это в перспективе Сейчас по итогу слушаний Проект утвердили планировки? И пока не могу сказать Вот-вот должна администрация выложить документы Именно протокол публичных слушаний Заключение по результатам этих слушаний И должно быть постановление главы города Об утверждении или не утверждении Ну, то есть, либо отказе В утверждении проекта планировки Но, опять же, отказ не подразумевает Нет и все, да То есть в нем должны быть изложены причины И какие-то требования Для доработки Доработать, да, проект В случае утверждения плана планировки Вот дальше как раз начнется эта работа Или еще что-то должно произойти Ну, я думаю, что да Параллельно пойдут два процесса Первый – проектирование самих зданий Второе – общение непосредственно с собственниками С пониманием, кто они Что у них за несобственность Какая собственность Потому что, может быть, и квартира, и гараж Или какой-то сарайка там Которая зарегистрирована как имущество Да И пойдет процесс Ну, следующий этап – это вообще Представление на согласование в администрацию Плана Реализации проекта И второй документ – это план по компенсациям То есть, возможно Как получится, что вот Александровича больше согласна Они быстрее, условно говоря, освободят территорию Быстрее там построится первый дом Следующим этапом победа переселяется на Александровича И продолжается строительство на победе То есть, какие-то Ну, то есть, это план Должен быть четкий и последовательный план Как действовать дальше Но, опять же, да Возможно, что сейчас начнется проектирование самих домов В том числе с интересом того, что там Жители захотят, может быть, остаться в этом районе И поменять свою старую квартиру на новую квартиру Вполне вероятный шанс То есть, не использовать там денежную компенсацию И использовать там компенсацию метр в метр Или еще как-то А может быть, вообще захотят улучшить свои жилищные условия Ну, например, у них там 50 метров А взять 70 И как первоначальный взнос в свою квартиру внести И взять ипотеку на дополнительные 20 метров Тоже никто не исключает такого процесса То есть, ты становишься Ну, твоя жизнь становится лучше В любом случае, да И противиться такому прогрессу, ну, я не вижу смысла Когда у тебя деревянный старый дом, 70 лет ему в обед Тебе предлагают вот здесь сейчас новое жилье Ну, ты знаешь, сколько у нас жилье стоит, собственно говоря Сразу же улучшить свое и качество жилья И качество жизни И качество жизни, и, собственно говоря, свое богатство Да, приумножить В каком, ну, условном виде, да Оно натурально может быть выражение Но некая потенциальная цена у него все равно есть Еще одна тема, которую я хочу поднять Это тема рекламных конструкций в Сарове Мы какое-то время назад уже обращались к ней И я знаю, что проект размещения Схемы размещения этих рекламных конструкций Он уже существует И он какой-то неоднозначный Да, действительно, позвонил мне один предприниматель городской И спросил, а ты в курсе вообще Что администрация выложила на оценку регулирующего воздействия Проект новой схемы Я говорю, нет, ну, как бы не слежу Я за РВ вообще не слежу И потом думаю, дай полюбопытствую И полюбопытствовал И полюбопытствовал, да Оказывается, у нас очень интересная схема Размещения рекламных конструкций Их должно было, они должны были сократиться в два раза Кто сказал? Когда я встречалась с главным архитектором нашим Михаилом Кашпаевым В начале этого года мы обсуждали о том, что схема пересматривается В старой схеме было порядка 40 мест для размещения рекламных конструкций Он сказал, что она будет сокращаться, скорее всего Скорее всего, да, не точно, но раза в два То есть до 20 рекламных мест Ну вот проект схемы нам присылали в Думу Ну, на посмотреть, будем так сказать И сколько в нем было на посмотреть? Там действительно было порядка 20, где-то 30 Ну вот да, то, о чем мы говорили Там появились медиаэкраны, да, как один из вариантов Не просто баннер, да, а именно вот электронное табло И в итоге? Да, интрига, интрига В итоге семь Семь? Семь мест, из них четыре на зданиях Два на здании бани, два на здании ОБЦ Носилкина Десять Итого три счетовые конструкции остаются в городе Ну, с одной стороны, мы очистим город от визуального шума С другой стороны, три конструкции это как-то маловато Или нормально? Давай так порассуждаю Город продает эти места для рекламодателей Ну, продает не для рекламодателей, а продает рекламным агентствам Которые платят ежегодно администрации аренду за эти места Вот предыдущий конкурс, каким бы он ни был, как бы я его не критиковал Да, приносил городу 3,8 миллиона рублей в год За 30-40 мест Когда я предлагал сделать аукцион, да Я понимал, что аукцион это вопрос не конкурсных условий Где каждый там оптом меряется И там еще чем-то Или социальной рекламой предлагая 100% А вопрос финансовый То есть, кто больше предложил денег, тот победил На общих равных условиях по содержанию, по обслуживанию, по социальной рекламе и так далее И в итоге эта сумма может быть больше? В итоге она может быть больше И может быть даже снивелировать уменьшение количества мест за счет аукциона Может быть мы и в деньгах-то не потеряем То есть количество мест уменьшится Но за счет аукциона и торговли, ну, условно говоря, лотами, да, аукционами Может увеличиться количество денег, которые мы выручим в бюджет Но когда мы говорим о том, что вместо 30 будет 3 Я понимаю, что никакого дохода в бюджет мы не планируем вообще Ну, то есть, в принципе 10 тысяч одно место в месяц Ну, чисто вот по вносу в бюджет То есть 30 тысяч в месяц Ну, 300 тысяч в год Вместо 3,8 миллионов Знаешь, у меня одно мнение Это вредительство Ну, вот откровенное вредительство Это вредительство бизнесу в первую очередь Причем не только бизнесу, который занимался распространением рекламы Точнее, продавал эти рекламные места Это вредительство всему бизнесу города Потому что лишается Возможность заявить о себя, да Лишились ресурсы наружной рекламы Де-факто Вот такой схемой мы просто лишаем Ну, по сути, бизнес города Возможность себя рекламировать Я не говорю, что да, там есть радиореклама Телевизионная реклама И там листовки, газеты и так далее, да Но наружная реклама – это тоже часть рынка И тут, ну, я не понимаю вообще Как такую схему можно было придумать Зачем? Всего 3 рекламных места А есть шанс, что ее пересмотрят? Я не знаю, наверное, есть Вот она сейчас на оценке регулирующего воздействия Я очень надеюсь, что тот бизнес, который заинтересован в этих рекламных конструкциях Напишет свои отзывы Потому что ОРВ – это как раз процедура сбора предложений С тех, кого, ну, условно говоря, с предпринимателей Кого касается это решение То есть их отзывов на проект этой схемы И я надеюсь, что они напишут соответствующий отзыв Но еще раз говорю То есть я на это смотрю, как уже депутат Городской думы И понимаю, что мы, да, зарабатывали 3,8 И могли бы заработать больше Если бы не тот дурацкий конкурс Вот И сейчас я понимаю, что мы просто Закрываем эту лавочку навсегда И причем закрываем там, ну, для всех Хорошо, я... И вот это возвращаясь к первому нашему с тобой теме Да, что денег на все у нас в бюджете может и не хватать Ну, ребят, вот распределение ресурсов И планирование своих доходов Ну, для меня это, я еще раз повторю Я считаю, что это вредительство Понимаю твое возмущение И предлагаю вернуться к этой теме Спустя какое-то время Когда схему размещения рекламных конструкций Или утвердят, или не утвердят И будет понятно, сколько рекламных счетов останется в городе Ну, у нее процесс следующий Это будем ждать, когда ее утвердят, надеюсь Надеюсь, не утвердят Спасибо за твои ответы Увидимся с тобой через месяц И снова обсудим яркие городские события Ну, а вы оставайтесь с нами Смотрите канал 16 Пока-пока До свидания